Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами есть сегодня вопрос. Здравствуйте, Светлана! С первых строк хочу поблагодарить вас за ваши видео, особенно с участием Михаила Бородянского, которое я с удовольствием смотрю. И лично мое мнение, что эта тема, связь событий в жизни, не менее интересна и интересует очень многих людей, чем тема теста программного обеспечения или миграция. Если это возможно, хотелось бы услышать, чтобы немного пошире раскрыть тему про тяжелый случай, когда человек не знает, что он хочет, но знает, чего он точно не хочет. Это только в фильме «Москва слезам не верит», героиня фильма говорит, что после 40 лет жизнь только начинается. Эта фраза может относиться к людям, которые не состоялись после 40 лет, скажем так, не нашли свое место под солнцем. С уважением, Павел. Ну, Павел задал нам нехилый вопрос, и я не думаю, что я смогу на него исчерпучи ответить, но, во всяком случае, мы можем поделиться какими-то соображениями на эту тему. Итак, поехали. Ну, прежде всего, мне хотелось бы начать с того, что я против того, чтобы вешать ярлыки. Что значит, человек не состоялся? Это кто сказал, что человек не состоялся? Это сказала любимая теща, или это сказала жена, или это сказали родственники, или друзья, или это сам человек себе придумал, что он не состоялся? Или состояться или не состояться? Это по каким критериям? Это по заработку? Сколько денег нужно принести? Не меньше чего-то это, значит, состоялся, а если меньше, значит, не состоялся. То есть, это вопрос довольно такой скользкий, поэтому я бы не стала вешать таких ярлыков, потому что они заранее забирают нашу энергию и не дают нам возможности двигаться куда-то вперед. Что является более продуктивным? Это сказать, что жизнь, да, жизнь после сорока лет только начинается. Если у вас есть еще не вся жизнь впереди, а только половина, это тоже, в общем-то, немало. То есть, никогда не поздно начать делать хорошие вещи, поэтому нужно только некоторое желание. Теперь с точки зрения того, что человек не нашел себя, не нашел свое место под солнцем. И я немножко тут как бы удалюсь вот в свою терминологию, которая мне ближе, она носит такой немножко метафизический смысл, и те, кто смогут меня понять, поймут, а те, кто не смогут понять, осудят. Значит, место под солнцем, я бы сказала, не место под солнцем, а я бы сказала, это ощущение своего места. С чего бы следовало начать, это почувствовать, находится ли товарищ Павел на своем месте. На своем месте в семье, на своем месте в работе, на своем месте среди друзей. Есть ли у него вот такое его собственное место, где он чувствует себя комфортно? Если ответ на этот вопрос положителен, то у него тогда все в порядке, и никаких заморочек тут не нужно, все у него в порядке, он на своем месте, он реализуется, может быть, где-то он чуть-чуть не дотягивает до того, чтобы понять вот свое предназначение, нащупать вот эту вот колею, которая будет правильная. И когда мы находимся на правильной колее, то у нас все в жизни получается гораздо легче, с меньшими затратами, и все у нас как бы получается. И мы поговорим об этом немножечко позже. Что же касается, если ощущение человека не на своем месте, то тут вопрос гораздо более сложный. И получается такая история, если ты не на своем месте, а можно ли что-то делать, не меняя ситуацию вокруг себя, чтобы это место стало своим? Что нужно было бы изменить в себе? В себе в первую очередь, потому что мы не можем поменять других людей вокруг себя. Другие люди будут меняться только вместе с нами, когда мы сами идем по пути изменения. Что я могу изменить в себе, чтобы это место, которое может быть мне близкое, может родное, но где-то что-то не так, я себя не чувствую комфортно в этом месте. Что я мог бы изменить? Если это работа, может быть, это должна быть другая работа. Если это друзья, может быть, должны быть какие-то друзья. И если это семья не та, и человек чувствует себя не на своем месте в семье, значит, может быть, речь идет просто о другой семье, как крайний случай. Дальше, что бы я хотел сказать, человек не может себя найти Вот он делает что-то, ему не нравится, делает что-то, не нравится Причем мы не знаем, относится ли это только к вопросу зарабатывания денег Потому что мы все живем в материальном мире И то, сколько мы зарабатываем, оно влияет на наши самоощущения, на нашу самооценку, на нашу удовлетворенность Но помимо этого есть еще много других всяких составляющих эмоционального комфорта И если человек этого не имеет, то независимо от того, какой у него доход, где-то у него что-то не так Где-то у него зудит, что что-то он не так делает Поэтому я бы не касалась именно материальной составляющей здесь, поскольку товарищ Павел ничего нам об этом не пишет Таким образом, как найти себя в этом огромном мире, как найти свое предназначение? Вопрос этот непростой, и счастливы эти люди, которые с рождения знают, что они хотели стать учителем И всю жизнь они верно идут этой дорогой, потом став учителем, они абсолютно реализованы И получают удовольствие, став врачами, физиками, химиками и так далее Они просто счастливцы, таких людей немного В основном люди не знают, кем они хотят быть и как самореализоваться Но ключевой момент здесь состоит в следующем Что если мы найдем какое-то дело, которое мы делаем не только для себя А которое востребовано кем-то еще Причем не бывает дел больших и маленьких Скажем, можно делать дело, я не знаю, строить ядерные реакторы И это дело, которое востребовано целой индустрией, страной и так далее А можно просто заботиться о близком человеке И с точки зрения делания этого дела, совершенно это не важно Масштабы этого дела Имеет значение только то, что мы делаем это для других И как только мы начинаем что-то делать для других То, что востребовано ими, то, что другие хотят получить Мы получаем колоссальную отдачу и компенсацию У нас возникает вот то самое чувство удовлетворенности тем, что мы делаем Поэтому Павлу, я бы сказала, он уже прожил половину своей жизни Он переделал много разных дел А было ли что-то в вашей жизни, то, что вы сделали для кого-то И этот человек сказал, ой, это так, вот это прекрасно просто Потому что это те слова, которые дают нам мотивацию Которые заставляют нас двигаться вперед И которые, как ни странно, помогают нам найти свое предназначение Когда мы двигаемся по пути своего предназначения Это путь одухотворенный Это путь полной мотивации, полной надежд Нам нравится делать то, что мы делаем И это приносит не только, опять же, моральную компенсацию Но в конечном итоге оно приносит и материальную компенсацию тоже И мы в данном случае не говорим о ее размерах или о чем-то еще Поэтому вопросы эти очень сложные И так вот на них не ответишь Насколько Но все-таки, все-таки Вот это ощущение понять себя на своем ли я месте Мне кажется, это ключевой момент И потом понять, что я могу сделать для других Что в моем прошлом опыте было такого Что было бы полезно людям И начинать можно с людей самых близких Начинать можно буквально со своих родственников Со своих детей Со своей любимой тещей Родственников, братьев, сестры, маму, папу и так далее Для этих людей сделайте что-то хорошее Вы увидите, что пойдя по пути отдачи Востребованности и отдачи Вы получаете ту самую моральную компенсацию Которая вам сегодня не хватает Вот вы что-то делаете для себя Думаю, пойду-ка я займусь этим А кому это надо? Да никому не надо Очень редко, когда люди могут заниматься чем-то И им совершенно все равно на востребованность того, что они делают Это очень редко Есть такие люди, конечно Но это очень редко бывает Они полностью закрыты сами в себе Они сами себе делают приятно И им совершенно не нужно никакого обратного восприятия От людей, для которых они это все делают Большинству все-таки это нужно И вот это то, что нас окрыляет, делает нас лучше и чище И помогает нам двигаться вперед Поэтому, не загадывая сильно далеко Я бы посоветовала Павлу сосредоточиться Во-первых, на том, что он делал в своей жизни уже И то, что было приятно окружающим И начать вот именно с этих маленьких шажочков И среди них попытаться найти свое предназначение Потому что хорошо то, что человек задается этим вопросом Потому что есть очень много людей, которые никогда себя не спросили А вот в чем смысл моей жизни? И они себе живут и катятся вот по этой горке жизни И все, и не задают себе вопросы Но человек, который задает себе эти вопросы Он обязательно найдет ответы Именно потому, что он ищет И тот ищет, тот всегда найдет Поэтому я хочу пожелать Павлу успехов И о нелегком поиске Смысл своей жизни И я надеюсь, что у вас все сложится На сим пока-пока